На рынке наблюдается периодическое увеличение стоимости на нефть и топливо, связанное с действием ряда факторов, включая санкции ЕС и США, состояние экономики и изменение курса валют. Однако в перспективе можно предполагать, что розничные цены на бензин могут снизиться, так как на рынке продолжает наблюдаться конкуренция между различными поставщиками топлива. Мы решили спросить самих автолюбителей, ощутили ли они повышение цен на бензин в Сочи. Так она все повышается. Если за всем следить, что повышается, можно из дома тогда не выходить. Я этого не заметил. Ну, не нравятся мне такие цены. За год слишком много поднялось. Не так сильно. 50 копеек поднялся цена. Для меня нету разницы. Да вы знаете, цены не только на бензин повышались, а буквально на все. Мы провели свое исследование, чтобы выяснить, как менялась стоимость бензина в Сочи в течение года. В нашем архиве сохранилась съемка мая 2022 года. Табло разных АЗС. Мы проехали по тем же самым заправкам, чтобы сравнить стоимость на бензин с прошлым годом. И вот что мы видим. Автозаправочная станция «Роснефть». Слева прошлогодние, справа цены этого года. Изменения видны невооруженным взглядом. 92-й подорожал на 10 копеек. А вот дизельное топливо поднялось аж на 3 рубля 75 копеек. А это автозаправка «Лукойл». На всех четырех строчках видим изменения цен. 92-й подорожал на рубль 40 копеек. В прошлом году дизель стоил 52 рубля 36 копеек. А в течение года он подорожал на 4 рубля 46 копеек. АЗС «Газпромнефти». Сверяем показатели электронного табло с архивными и видим, что в прошлом году 95-й бензин стоил 52 рубля ровно. А в этом году цена его на 70 копеек больше. Куда хуже дело обстоят с дизельным топливом. Оно подорожало аж на 2 рубля 10 копеек. В Минэнерго отметили, что ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов имеет циклический характер. Эксперты топливного рынка напомнили о продолжении работы по модернизации нефтеперерабатывающих заводов, что позволит увеличить объем производства и снизить зависимость от импортных поставок. Чем обернется весеннее обострение на топливном рынке и будет ли бензин расти в цене и дальше, станет ясно уже 1 июня, когда повысится пошлина на экспорт нефти. Впрочем, некоторые эксперты уверены, что вскачок в цене до 3 рублей за литр может произойти позже, в разгар лета, когда увеличится спрос на горючее. Ведь количество автопутешественников по стране вырастет, а осенью им на смену придут фермеры, у которых наступит уборочная страда. Ваник Абрамян, Александр Киреев. Время новостей. Время новостей. Время новостей. Время новостей. Продолжение следует...